До эдикта императора Константина граждане Римской империи называли выходной день днём солнца. Отголоски этого сохранились в европейских языках, например, сандой в английском. Константин повелел посвятить этот день воскресенью Господа и запретить физический труд. В христианских странах воскресный день был не просто выходным, в этот день верующие обычно посещали церковь. Запрещение пользоваться трудом крепостных по воскресеньям встречается в России уже в 18 веке. В дореволюционном российском календаре воскресные дни праздничные. Каждый день недели был посвящен определенным событиям христианского православного календаря. Октябрьская революция перевернула весь уклад с ног на голову. Православные праздники запретили, перешли на европейский календарь, а затем придумали и свой, производственный. Разделялся праздник на общественный, гражданский, где там упоминаются праздники и так далее, и на производственный. То есть они создали очень сложную систему. В этой системе участвовал сын Менделеева, Иван Дмитриевич, многие ученые. Пять недель на шесть месяцев, то есть это 30 дней в месяц, все месяцы по 30 дней, это вот 360 дней. А вот эти недостающие пять дней и там шестой день високосный, они объявляются различными праздниками. Их как бы не было, они давали нумерацию. Посмотрим на календарь 1939 года. Нерабочих дней всего шесть. 22 января день памяти Ленина, два майских праздника, два ноябрьских, 5 декабря день Конституции. Неделя состоит из шести дней. Первым днем недели может быть и вторник, и среда. В этом значении, в частности, шести дневка фигурирует в фильме «Волга-Волга». Советские производственные и революционные календари в чистом виде не прижились. Народ не привык и не понял их. Выступили против производственного календаря и дипломаты. Это мешало связям с другими странами. Ну, они сами запутались, потому что здесь цикл общественного, производственного, расчет этих дней праздников, номинования, например, дней и дней, день Сталина, день коммуны, день Ленина. В общем, там, это народ просто не понял. Это просто не понял, поэтому, кстати, он используется периодически как? Как бы он есть, а как бы нет. Потому что производственные циклы и общественная жизнь людей, она как бы разделилась. Возврат к семидневной неделе произошел 26 июня 1940 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день на 7-дневную рабочую неделю.